Добрый день, у нас в студии Владислава Романова и Инга Соколова. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, кто вы, где вы находитесь сейчас, как вы туда попали. Пару слов буквально о себе. Кто первый? Давайте я назначу первого. Влада, вы. Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Смотря у кого как, я сейчас нахожусь в Риге. Попала я сюда не случайно. В Ригу я приехала учиться, получать высшее образование, работать. И, в принципе, в Риге я уже живу лет, получается, 10. Да, мне кажется, ровно 10 лет. Как-то так, если вкратце. Откуда вы приехали, Влада, если это не секрет? Я приехала из Далгопилса. Это второе повеличение город в Латвии. Да, я не так давно был в Далгопилсе. Это интересный город, без преувеличения. Инга, а вы сейчас находитесь где? Я нахожусь сейчас в Пекине. Я здесь преподаю латышский язык. До этого я жила в Риге. До этого я какое-то время жила в Далгопилсе. Там мы с Владой встретились. Много лет назад. Я не знаю, Влада может посчитать сколько. А родилась я в Коудыге, то есть в Курзене. Знакомое это место мне. Вы на постоянной основе находитесь, я сейчас так понимаю. В Китае постоянно преподаете латышский язык в Китае. Я правильно понимаю? Ну как, в другой стране нельзя быть на постоянной основе. Я здесь гость. На то время, пока у меня есть договор о преподавании. Как долго это будет длиться, это зависит от меня и от моих работодателей. Тем не менее, это очень интересно. Значит, есть запрос на изучение латышского языка в Китае. Это многое говорит. И на самом деле это очень хороший опыт, который мне дает возможность понять тех людей, понять и анализировать тех людей, которые находят пристанище на время в Латвии. Но моя ситуация другая, я не бегу из своей страны, я патриот своей страны, потому что преподаю здесь латышский. Но мне легче, может быть, думать о том социоходе, который выбирают те люди, которые приезжают в Латвию. Расскажите подробнее об этом. Те люди, которые приезжают в Латвию, вынуждены. Давайте, нет, давайте скажем так. Я напомню, что я был недавно с целью сделать спецрепортаж о Латвии. Я был в Даугавпилсе, был в Лепае, был в Риге. И Даугавпилс неприятно поразил меня. То есть в буквальном смысле мне рассказывала моя коллега Эля Рузвельта из русского портала Чайка, русскоязычного портала Чайка, ЛВ, о том, что таксист, например, в частности, не зная, что мы с оператором из Украины, говорит о том, что вот-вот-вот мы сейчас освободим Украину и отсоединим Латгальскую, всю Латгалью и присоединим ее к России. Это можно было бы считать проявлением некого маргинализма, если бы это было так, но нет. Я неприятно, еще раз повторю, был поражен Даугавпилсом количеством людей, которые носят не ту, как мне кажется, являются носителями именно путинской идеи русской культуры, расизма как такового. Что с этим делать? Как с этим быть? Как, родившись русским в Латвии, при этом принять латвийскую культуру? Я знаю, что, возможно, у Влада есть ответы на этот вопрос. Как это произошло между вами? Потому что именно это и произошло, если я не ошибаюсь. Я, наверное, начну с того, что Даугавпилс – это вообще такой город контрастов. Скажем, я тоже создаваю свой фильм. Скажем так, из 30 интервью, уличных интервью, где я просила у людей рассказать об их позиции, об их мнении. Конечно, никто в открытую, понятное дело, перед камерами не говорил, что они ждут Путина, что они, в принципе, за Россию в этой войне. Но из контекста можно было это понять. И вот из этих людей абсолютно все люди, которые согласились говорить на камеру, вот были, я бы сказала, расистами. И очень сложно, и это, на самом деле, очень такой большой вызов в такой русской среде вырасти, я бы сказала, нормальным человеком. И мне кажется, что это довольно-таки невозможно без помощи извне, потому что ты живешь, я все время говорю о пузырях. И вот я выросла и прожила в таком очень выраженном русском, русскоязычном пузыре. И вот до тех пор, пока этот пузырь кто-нибудь не пробьет, не постучит в этот пузырь, в принципе, ничего не меняется, потому что у тебя нет какого-то источника другого типа информации. Ты живешь, и ты даже не понимаешь, что ты думаешь неправильно. То есть не то чтобы тот прав, этот не прав, ты даже не видишь вот той второй стороны. И если говорить о какой-то трансформации, скажем, на моем примере, то эта трансформация, самая важная, наверное, произошла с Ингой, хотя зачатки такие были уже до этого. Я занималась латышскими народными танцами, скажем, и вот мы как раз вчера с Ингой обсуждали, что это было так странно. Я выступала в латышском национальном костюме, я ездила на праздник песни и танца, и я считала себя патриоткой своей страны, но на 9 мая утром я покупала тюльпаны и гвоздики и шла в школу с мыслью о том, что вот, это праздник со слезами на глазах, сейчас будем поздравлять ветеранов, и вот какой праздник, и серии латыши чего-то не понимают, и до них вот не доходит, что это победа, чего-то они грустят и не радуются, и не празднуют этот праздник вместе с нами. И вот до тех пор, пока в этот пузырь не постучит человек с опытом, человек с мозгами, человек, который готов с тобой вести диалог, а не просто в агрессивной форме с тобой разговаривать и пытать что-то доказать, ничего измениться, мне кажется, не может. И вот для меня таким человеком, который постучался, мне кажется, сам того не зная, была Инга, и мы с ней просто начали разговаривать. То есть я начала задавать вопросы, и она начала на своем опыте, на опыте своей бабушки, прабабушки рассказывать о том, как это, рассказывать об оккупации Латвии, потому что, скажем, историю России и Советского Союза я знала намного раньше, чем историю Латвии. Такой вот интересный факт. И Инга начала рассказывать и показывать, как это было на своем опыте. И мы начали разговаривать. Так произошла эта большая трансформация. Инга, вопрос к вам. Как вы считаете, это единичный случай или в этот пузырь многих людей, многих условных расистов, которые попали невольно или вольно под влияние путинской пропаганды, потому что это именно пропаганда, а не что иное? Можно достучаться не только в режиме один на один. Возможно, это можно делать в школах. Возможно, это может делать человек тонко и не ломая детей. Как это сделать? Как быть? Как искать таких людей? Возможно, у вас есть какие-то ответы на вопросы, которые мучают многих сейчас? Вы задаете вопрос очень сложный. Я думала о том, почему происходит вообще трансформация, почему как бы изначально нормальные люди могут стать расистами, то есть почему у человека, у которого с этикой все хорошо, резко она меняется. И наоборот, почему люди могут принимать нормальную парадигму и нормальную этику, то есть убивать нельзя. Нужно жить в своей стране, нечего ходить в другие страны, наводить порядок, особенно если дома такого нет. Мне кажется, что расизм Латвии очень связан с социальной нереализацией определенного поколения. То есть если человек не смог свою жизнь построить, то он тогда отождествляется с какой-то идеей. Идея максимально простая. То есть удобно отождествиться с идеей, принять позу жертвы, отождествиться с агрессором и таким образом позиционироваться. Что с ними делать, я не знаю. С молодежью поколений Влада очень много таких людей, как Влада, которые абсолютно интегрированы в латвийскую культуру, и латвийскую, и латвийскую, она общая по сути. Но это социально успешные люди. Это так. То есть где-то социальный успех и принятие своей страны идут вместе. А если человек не способен достаточно работать для того, чтобы социально реализоваться, то он ищет виноватого вовне. И тогда летит вся этика, все летит там-тарарам, потому что нужен внешний виновный. И естественно, что опять-таки хорошо там, где нас нет, и тогда картинка заменяет реальность. И картинка, наверное, построена профессионально. Не знаю, не слежу за... Ну, простые способы манипуляции всегда сами действенны. Более того, даже если мы не говорим о том, насколько профессионально построена эта пропагандистская картинка, все найдется тот, кто будет готов эту долю электората окучивать. Я имел счастье познакомиться с мэром вашего города, Андреем Мелкстенчем, и человеком, который далеко не глуп, но тем не менее работает он на свой электорат. И что будет дальше, не очень понятно. Как преподавать нормальную этику в школах? Что делать с детьми, которые в семьях... Теперь им запрещено законодательно у нас в Латвии говорить о том, что завоевание Украины это не преступно, а это преступление. Это международное преступление. И теперь они просто замалчиваются. Ну, в официальном эфире. Но дома я знаю, что тот же самый рашизм пропагандируется родителями. Есть ли какие-то идеи у вас? Возможно, один на один. Возможно, выбирать каких-то инфлюенсеров среди подросткового поколения, работать с ними, чтобы настраивать этику так же, как настраивают музыкальный инструмент в человеке. Если Влада, как состоявшаяся личность, была готова, то что делать с подрастающим поколением? Какие-то идеи? Вы знаете, вы сказали о насильственности. Мне кажется, что насильственность всегда ведет к насильственности. Мы вчера с Владой говорили о том, что, по сути, ничего специально не делалось для того, чтобы Влада и ее, ну, другие мои ученики были бы нормальными людьми с нормальной этикой. Насилие порождает насилие. Мы просто жили рядом. Я такая, как есть, и Влада такая, как есть. Мы были референтны. Не только с Владой, но и с другими людьми, которые в ее возрасте, не только в ее возрасте. Мне кажется, что всегда подростков соблазняет. Ну, нет, и не соблазняет. Это иначе. Что подросток более flexible, ну, то есть более подвижен. И, естественно, что позиция жертвы, которую принимают те люди, которые одобряют насилие, а по большому счету все равно насильник жертвы – это крупное насилие, которое у нас сейчас кружится, и никуда из этого не деться. И подростки, видя, что можно и не так, просто идут этим путем. Влад, как? Скажи, как ты нормальной стала? Хороший вопрос, да. Вот мы просто, да, минуем все остальные вопросы. Влада, как ты стала нормальной? Говорит, а я что, была ненормальной? Да, была. И вот первое, наверное, возможно, вот это осознание того, что мир не может быть неправ в своем многоголосии, когда тебе многие говорят, что ты по уши в проблемах, мягко говоря, а ты это отрицаешь и принимаешь сторону агрессора. Несешь цветы 9 мая в школу. Я сам был таким, я сам носил эти цветы. И я испытывал возмущение, когда мне говорили, что огромная часть страны, в которой я живу, которая называется Латвия, где есть народ латыши, они воспринимают этот праздник с болью, с оскорблением, как праздник оккупантов и оккупации. Как же так думал я, поскольку мне так говорили думать. В какой-то момент, я уже не вспомню, в какой все это изменилось для меня, но Влада проходит тот же путь. Сейчас. Прошла уже. Прошла уже, да, это верно. И уже давно, да. К счастью. Мне вообще кажется, что я очень не люблю ругать власть, я очень не люблю ругать страну. У нас очень много проблем. У нас не все идеально, как и в любой другой стране. И с законодательством, и с властью. Но мне кажется, что до тех пор, пока мы будем искать, вот это тоже связано с тем, что Инга говорила, пока мы будем искать виноватых, виноваты латыши, виновата страна, виноват тот политик или этот политик, ничего не поменяется. Ни в стране, ни вообще, ни в обществе. Мне кажется, что нужно начинать с самого себя. Что ты думаешь, что ты делаешь для общества? Ну, образно говоря, да, хорошо. Ты поддерживаешь, ты идешь к памятнику, ты несешь цветы ветеранам. Но по моим наблюдениям, это люди, которые, ну, в принципе, это их единственная такая, какая-то активность за год. То есть больше они ничего не делают. Можно ли это назвать активной, активной и интересной частью общества? Ну, скорее всего, нет. И вот мне кажется, что вот эта вот трансформация измея начинается в тот момент, когда ты сам начинаешь думать, что я как личность могу сделать для общества, что я как личность могу поменять, что я как личность могу дать своей стране. Вместо того, что ты ждешь каких-то подачек от политиков, ты ждешь, что тебе пойдут на уступки. Это вот тот же самый вопрос с языком, тот же самый вопрос с гражданами, что вот мы здесь живем уже 30 лет, и до этого мы здесь жили, дайте нам гражданство. Ну, нет, начни делать сам что-то, чтобы получить это гражданство. И мне кажется, пока вот этот вот щелчок в голове, что ты должен делать, ты не должен ждать, что тебе кто-то что-то даст, ты должен делать сам. Ну, ты покупаешь образно участок земли, ты же сам строишь на нем дом, ты сам выбираешь, какой у тебя будет пол, какая у тебя будет мебель, какие у тебя будут стены и все остальное. Ну, почему ты точно так не можешь строить жизнь, почему и вообще себя в обществе, почему ты ждешь, что тебе остальные помогут, политики, страны извне и все остальное. И можно ли делать что-то с этими людьми, которые постоянно ждут, которые постоянно хотят кому-то примкнуться, к Путину, к Лукашенко, кому угодно. Я не знаю, можно ли их изменить и можно ли что-то сделать с их умами. Перебиваю. Они примыкают к определенного типа лидерам. Это именно тот же Путин, тот же Лукашенко, те, которые пропагандируют образ врага вместо образа друга, которые говорят о том, что есть конкретные люди, которые виноваты в том, что вы живете плохо. В частности, это вся Украина, которая старается жить. Конечно, разумеется, это понятно. У меня вопрос к вам, Инга. Вы говорите о том, что насилие порождает насилие, безусловно. Однако власть без зубов, власть без определенного навязывания того, что власть считает правильным, невозможна. Демократия прекрасная вещь, лучшее и одновременно худшее, как говорил Уинстон Черчилль, из того, что мы можем себе позволить. Поэтому что делать с пропагандой? Толерантно терпеть эти потоки лжи, жуткой ксенофобии, которая распространяется, разъедает умы и пропагандирует насилие как способ решения всех проблем или взять на себя долю ответственности и запретить? Как вы думаете? Запретить? Ну как? Ну, запретить? Это сказать нет, это еще ничего не решает. Это же не личная жизнь, куда можно уйти или что-то сделать. До бабушек, естественно, не достучаться, потому что нет ресурса на данный момент. Ну, скажем, мне как учителю. А с подростками все просто. Мы это делаем все время и, по-моему, всю мою педагогическую жизнь. То есть анализ. Анализ, разбор способов манипуляции, идеология. То есть почему? И тогда уже человек после анализа делает сам вывод. Или он хочет сидеть и ждать какого-то дядю, который придет решить все его проблемы. Или он действительно начнет себя и будет строить вот эту вот страну и свою жизнь в первую очередь. То есть сделай свою жизнь и подумай, что ты можешь сделать это по своей стране. Это то, что Влада говорила. А способ простой. Просто анализировать то, что происходит. Потому что никому не хочется, чтобы им просто манипулировали. А любая пропаганда, которая ну, как бы референтна для... Ну, которая подается, она... вот такая вот насильственная, она очень проста. Ну, по сути, если ты кушаешь, грубо говоря, эту пропаганду, то ты признаешься, что ты дурак. Ну, что ты способен воспринимать только очень простые вещи. И дураку быть как бы, ну, не совсем приятно. Если человек анализирует, он делает выводы. Но это это способ, который действует с молодыми людьми. С людьми, которые затостенели и решили, что на их жизни можно поставить крест. Я не знаю, что с ними делать. У меня нет такого опыта социального работника. Да-да, нет, я не говорю о том, что решение власти, допустим, запретить те же московские каналы, оно решает проблему полностью. Но как минимум, оно решает часть этой проблемы. Это конечно. Есть необходимость элементарной политической гигиены. И это одна из мер. Да, конечно. Да, конечно. Это, если можно дополнить, у нас с Ингой в этом плане очень, мне кажется, различаются какие-то методы и мысли. Инга, как такой интеллигентный человек, она все время хочет все решить миром и достучаться до человеческих умов. Я считаю, что хватает дураков, до которых стучи-не стучи, ты не достучишься. И, к сожалению, эти дураки очень опасная масса, потому что это будут предположим, образно. Если к нам входят войска, тфу-тфу-тфу, как говорится, но вот эта вот дурная масса, вот эти вот дураки, они будут против нас, они будут убивать, они будут убивать и воевать против нас. То есть вот эти вот дураки, на которых мы говорим, что до них не достучаться, они закостенели. Та же самая молодежь, которой мы из серии даем выбор. Вот посмотри, проанализируй, ты умный и пойми, ты умный человек или ты не умный человек. Ну, я более за какие-то такие, на самом деле, вот после 24 февраля я стала таким более агрессивным человеком, который за более агрессивные методы. Я сейчас очень за публичную упорку и я очень-очень-очень за гигиену, как вы уже сказали, вообще во всех слоях общества. Я бы очень хотела решать вопрос интеллигентно, мне бы очень хотелось, чтобы все нелояльные жители Латвии стали лояльными, чтобы все идеально знали язык, но мы живем уже 30 лет в свободной Латвии. меняется ли что-то существенно? Нет. Людям предлагают бесплатные курсы латышского языка, пытаясь до них скучаться. Люди на них не ходят. Билингвальное обучение бред, людям это не то, чтобы не нравится, у нас уже не то, чтобы там пару лет, уже на протяжении, мне кажется, 10 лет, так точно, билингвальное обучение. И вот я спрашивала на улице, как вам переводим на латышский язык школы или не переводим? И мне отвечает человек на улице, да вы что, еще пару лет нужно на билингвальном обучении, ну сколько можно? И можно до этих людей достучаться? В Латвии. Мы живем в Латвии, это поразительно. Как это вообще стало вопросом? Вот такой вопрос. Поэтому я за более агрессивные методы, я за более радикальные методы именно в этой кризисной ситуации. И это то, в чем мы отличаемся от Инги. Инга за такое более мягкое отношение с легеной. Я не за мягкое, я за правило. Ладно, идет в эмоции. Нет, это очень правильно. Я за правило. То есть нарушу правило. Ну, все. Есть правило, есть закон. Дело в том, что он нарушается, значит, он нарушен, значит, спасибо. Ну, закон, тоже сейчас не совсем, ну, мне кажется, не совсем законодательство на руку, скажем так, нам, и не совсем законодательство. И вот эти самые правила, мне кажется, в этом-то и большая проблема, против всех вот этих вот расистов и путинистов и зетников, которые живут в Латвии. Вы знаете, давайте я вам приведу живой пример. Часть моего специального репортажа в Латвии занимала Татьяна Жданок, небезызвестная личность, в свое время голосовавшая за коммунистический Советский Союз против независимости Латвии. Насколько толерантной должна быть страна, чтобы позволить этому человеку находиться в данный момент в Европарламенте и голосовать, продолжать голосовать против идеалов, которые исповедует официальная власть. Мне кажется, что это не просто сверхтолерантно, это самоубийственно толерантно. И подобное не должно происходить. Границы толерантности, свобода каждого человека размахивать руками заканчивается у моего носа, как сказал один из знаменитых писателей. Поэтому Латвия более чем толерантная страна. И паразитировать на толерантности латвийцам и латышам позволять нельзя. То, что вы исповедуете, возможно, разные методы одного и того же, это прекрасно. Вы учитель и ученица, которые находятся в диалоге, в живом диалоге. Поэтому пузырь, условный пузырь Влада и раскрылся, и поэтому вы смогли достучаться друг до друга. Будем надеяться, что то, что произошло между вами, станет, в конце концов, не исключением, а правилом. Тогда мы сможем общаться с теми, кто исповедует насилие на языке любви и понимания. Но сейчас, после 24-го числа, когда черное стало черным, а белое стало белым, мы должны предпринять какие-то правила. Мы должны найти эти правила и использовать их в обществе, и это должно быть сделано по-новому. Больше нельзя называть вещи именами, которые рождаются где-то на кухнях. Если это война и убийство и геноцид, это война, убийство и геноцид. Поверьте мне, я видел то, что происходит в Буче, и у меня нет никаких других слов, кроме слова геноцид. И когда мне говорят, что подожди, еще недостаточно украинцев убито Россией, чтобы называть в частности Евгений Осипов небезызвестной личностью, он говорил, я не военный эксперт, я не могу точно вам сказать, когда проходит вот та планка между 20, 30, 40 тысячами убитых людей, но когда в этой яме ты видишь лицо, которое тебе знакомо, у меня нет слов. Убийство становится, перестает быть убийством, и это геноцид. и ничто иное. Помощники геноцида, такие, как Татьяна Жданок, такие, как Евгений Осипов, вне зависимости от того, насколько искренне они исповедуют эту идею, или они заблуждаются, говорить, на мой взгляд, сейчас с ними на языке толерантности не приходится. Вот таково мое мнение. Но вам за ваш труд, Инга, огромное спасибо, вам за ваш фильм, Владислава, огромное спасибо за ваше время. Будем с вами на связи, возможно, мы еще найдем, что сказать друг другу. Спасибо. Спасибо за приглашение. Слава. Героям слава. Слава.